Приобрел прибор для измерения электромагнитного поля. Данный прибор показывает два вида. Это магнитное поле и электрическое поле. Строка сверху магнитное поле, единица измерения микротесла. Строка снизу это электрическое поле, единица измерения вольт на метр. Хочу сразу отметить, что по рекомендации Всемирной организации здравоохранения нормы электромагнитного излучения следующие. По магнитному полю получается 0,2 микротеслы. По электрическому полю 25 вольт на метр. Чтобы ориентироваться на какие-то цифры, я начну с бытовой техники. Холодильник и микроволновка. Холодильник у нас показывает нули магнитного поля и превышение чуть больше чем в 7 раз норм по электрическому полю. Теперь перейдем к микроволновке. Вот микроволновка у нас показывает превышение магнитного поля. Электрическое счет более-менее, а магнитное поле превышение более чем в 100 раз. Стоит отметить, что если отойти от холодильника на расстоянии вытянутой руки, то показатели приходят в норму. По микроволновке ровно то же самое. Теперь проведем замеры на телефоне. Значит, в покое. Телефон показывает нули. Зарядка. Электрическое поле показывает. Сейчас посмотрим, какие цифры нам покажет при разговоре по телефону. Вот я взял трубку. Разговор идет. Вот такое магнитное поле нам показывает телефон. Теперь посмотрим звонок по WhatsApp. По WhatsApp, в принципе, в пределах нормы. Телефон подключаем к зарядному устройству. Посмотрим. Сразу идет повышение электрического поля. Ну, что показывает при разговоре во время зарядки. Электрическое и магнитное поле. Теперь проведу замеры электромагнитного поля в электромобиле. Электромобиль выключен. На водительском сидении показывает нули. На пассажирских сидениях заднего ряда тоже нули. Пассажирское переднее сидение. Теперь включим электромобиль. Нули на полу тоже нули. Задний ряд пассажирских сидений. Нули на сидении. И на полу тоже ближе к батарее. Нет превышения показателей. Теперь проведем эксперимент с движущимся электромобилем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что, топнули что-то? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас показания с водительского кресла. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Для полноты картины я сниму показания с солнечной станции, которая стоит у меня дома. Почему я это делаю? Потому что принцип работы тот же. Постоянный ток, переменный ток, инвертор, батареи. Железофосфатные, которые стоят на электромобилях. Примерно такие же стоят. Здесь у нас идет превышение по магнитному полю и по, получается, электрическому. Чуть-чуть, где-то сантиметров на 20 подымаю. Магнитное уже исчезает. И чуть-чуть остается электрического поля. А инвертор у нас выдает прям большие цифры. Отходим где-то сантиметров на 30. Ну, на вот даже полу-вытянутой руки. Магнитное поле уже пропадает. А электрическое еще чуть-чуть остается. Какие выводы можно сделать на основании этого видео? Первое. Владельцам электромобилей переживать не стоит, так как на уровне Фаберже излучение нулевое. Второе. Приведенные мной нормы – это те показатели, при которых человек может жить спокойно, без вреда для здоровья. В случае превышения норм, необходимо уменьшить временное присутствие рядом с объектом излучения. Вот я сейчас привожу пример таблицы санпинов, где указано, что при 10 микротесла излучения магнитного можно находиться не более 8 часов. Третье. Любой бытовой предмет, излучающий электромагнитное поле, становится безопасным, где-то если отойти от него на 70 сантиметров или метр. И последнее, почему я вообще начал снимать это видео. Многие комментаторы писали, что электромобиль – это вредно для здоровья. Но вот замеры показали, что электромобиль не вреднее, чем сотовый телефон или холодильник. Все замеры вы видели. Поэтому можно спокойно ездить и не переживать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok